приветствую всех кто зашел ко мне на огонек с вами полина сегодня я хочу вам рассказать и показать как могут свести некоторые сорта фиалок при отсутствии или недостатке света из моего опыта все зависит от сорта на некоторые сорта это влияет на некоторые сорта не очень а на некоторые вообще не влияет главное чтобы бутоны были заложены при свете что и было с моими фиалочками как вы знаете у меня был очень долгий и трудный переезд и мои фиалки были в коробках очень очень долго а некоторые были таких тепличках с прозрачными крышками некоторые были в коробках но все они были очень неудобном положении и недостаток света был очевиден конечно потому что они были без ламп очень далеко от окон коробки были одна на другой теплички я показывала раньше дам ссылочку на это видео вот поэтому я честно говоря даже боялась смотреть на них что с ними будет как они отреагируют на этот переезд ну давайте начнем я просто хочу вам показать и рассказать что произошло с моими фиалочками выводы вы делаете сами пожалуйста я как всегда ни на чем не настаиваю это мой опыт и если вам удастся его использовать с пользой для вас это очень хорошо спасибо за внимание что вы смотрите надеюсь досмотрите до конца давайте начнем это один из моих любимых сортов канадин сансет он уже стала цветать как вы видите вот здесь цветочки уже увяли эти еще нет но вы видите что он даже близко не похож на то как он раньше цвел и как сейчас а здесь вы видите бутончики никогда не раскрылись и вот этот и здесь тоже вот один раскрылся один нет я вам сейчас покажу его увидеть что это все зависит от сорта вот так вот он цвел выпустил цветоносы но никогда не хватил у него сил раскрыться полностью и зацвести так же шикарно как раньше теперь другой сорт это сорт бака и баттерфлайс вы видите как говорится ничего его не взяла как он цвел раньше всегда так и цветет и ничего на него не повлияло недостаток света недостаток внимания все ему хорошо и вот рядышком сорт я не помню какой но это по-моему парк avenue blue тоже раскрылся себе без всяких проблем и вот здесь вы видите разные сорта тоже цветут себе на здоровье что называется вот вдалеке это у меня пинк цилипп вот и здесь то есть все зависит от сорта посмотрите как раскрылся красиво этот сорт большими колокольчиками это дн рожева канвалия вот ничто на него не повлияло вот такие колокольчики как и положено и вот этот сорт цыганская душа тоже он у него цветоносы мне не очень нравится они вот такие вот видимо недостаточно сильные для этих цветов но может быть это еще повлияли вот эти условия в которых находился цветок вот и другие вот еще этот граффити вот тоже раскрылся себе нормально красиво и все такое сейчас буду показывать еще разные это тоже один из моих любимейших сортов pink sensation я никогда ничего не приукрашиваю когда показываю то есть что есть то его и видите и вот вы видите как листики отцы же отсыхают уже почти практически отсохли вот и это все конечно последствия переезда и цвел он вот он расцвел конечно но цвел он крошечными цветочками совсем крошечными совсем не так как раньше вот и мы даже в серединке вот здесь вот тоже листочек отсушила она то ли его задели не знаю значит что я буду делать я буду удалять все все цветоносы конечно чтобы дать возможность моим фиал очкам расти как следует набрать силу и цвести уже как говорится в полную силу вот еще один тоже хорошо цветет это stormy weather он цветет хорошо но не так как первый раз у меня разочаровал конечно вот а это вот ягодка я вам показывала в предыдущем видео одном из предыдущих у него был заложен цветоносик и вот он сейчас пошел в рост и посмотрим как он будет цвести она меня никогда еще не цвела и вот я еще хочу показать какие вот что получилось видите как листочек повредился другой-то как же вам извините ради бога очень трудно подлезть и показать один вот засох все это последствия переезда этот переезд у меня был конечно намного труднее чем предыдущие разы я пережала много раз вот и этот circus fascinating тоже вы видите цветочки меленькие совсем так жалко видеть свои цветы красивые которые у меня всегда были такие ухоженные видеть вот в таком виде очень 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 жаль но ничего они восстановятся так еще буду сейчас показывать это асс разобре рапчер никакого влияния на нее переезд не произвел цветет хорошо у нее никогда не было крупных крупных цветов вот а этот нормальный и по сорту все хорошо с ней это сорт репкин и визирь один цветочек у него вот раскрылся я прикрываю свет чтобы можно было видеть вот а второе видимо так и не распустится никогда да вот он уже подсох даже так что такое бывает тоже один раскрылся а второй нет это оптимара крейтер лейк я от оптимара ничего другого не ожидала я так и думала что она прекрасно себе раскроется по сорту без всяких эмоций как говорится вот так и получилось вот такая она у меня хорошая вот а это hands seduction он просто выгорает на него выцветает на него призем отразилась отразился переезд цветы стали мельче гораздо вот что произошло я конечно верю и думаю что это от недостатка света они мне очень долго были без света нормального а вообще были без света пару недель наверное это взбитые сливки они у меня с перепугу просто красные с белой конвой получились вот но довольно крупный цветок как вы видите вот но я его конечно удалю и посмотрю как она будет расти дальше этот бутончик тоже не раскроется не хватает у фиалки и сил раскрывать цветы без света мне могут к некоторые конечно возразить что это не от света но у каждого свое мнение я говорю по своему опыту а опыту меня большой десять лет я думаю это достаточно чтобы набраться опыта и понять что к чему это моя любимица химера калика queen вы можете посмотреть предыдущие виде как видео как она цвела ну конечно даже близко ничего нет вот смотрите какие крошечки с ноготок буквально вот и здесь этот уже никогда не раскроется хотя он и не сухой бутончик но он никогда не раскроется у фиалочки нет сил на это так что надо будет ждать следующего цветения на стаканчике этой фиалочки подтерлась название и я боюсь сказать я думаю что это но не хочу вас вводить в заблуждение на случай если я ошибаюсь когда будет следующее цветение я увижу совершенно точно что это за сорт вот но здесь я тоже вам хочу показать вот были мелкие мелкие цветочки и еще бутончики которые никогда не раскроются видите точно так же как было у канадин сансет это красавчик диэн флер обожаю этот сорт он такой роскошный такой красивый но вот один цветочек он не только раскрыл видимо из последних сил потому что как вы видите вот эти маленькие он раньше их раскрывал они никогда не откроются уже и этот цветонос вообще засох вот так что значит смотря опять же какой сорт так вот они реагируют на недостаток света еще есть у меня что вам показать ага вот это масс принц фроги очень красивый сорт он у меня очень красиво цвел ну вот посмотрите какая крошечка выросла и уже центральные листочки лепестки там уже засохли ну это было просто механическое повреждение от отвалился бутончик вот и еще что вот здесь это у меня первый раз цветет скажу первый цвет фрости прости фроги вот ну тоже конечно как говорится бедное цветение этот никто не ломал он просто сам вот вот так вот отсыхается минуточку я точно вам сказала сорт или нет прости фролик какой там фрог прости фролик ой уже у меня голова кругом идет от этого ремонта поэтому извините меня если какие-то ошибки делаю там еще на второй полке меня есть сейчас я вам буду показывать красавица ли и оксана и тоже опять же вот один цветочек в два раза мельче чем у нее были и другие цветоносы просто отсыхают вот этот конечно может быть и откроется но конечно это будет мелкий-мелкий-мелкий это 40 алиса тоже красивый сорт но она тоже у меня видите как листья листья подняла много отсушила в таком плачевном состоянии скажем прямо вот но буду работать над этим это астрея вы видите как она зацвела правильно у меня было видео когда у нее на одна сторона была правильная вторая была синяя синий цветок ничего не могу сказать сейчас что будет с другим цветком потому что только один раз цвел но все равно хорошо и вот листики ведь какие все в земле не смогла их отряхнуть надо будет промыть под душем попробовать как-то потому что листики волосатые и кесточка и не получилось стряхнуть только промывать но я это не очень сильно люблю поэтому я подожду посмотрю может быть я как-то по-другому это сделаю коджанз beautiful oblivion это очень красивый сорт и цвел он довольно такими темными яркими цветочками вот а сейчас вот такие они у него нет и так не крупно этот еще мельче а вот этот вот не раскрывшись уже отсыхает вот ну я думаю что картина всем ясна что происходит когда очень долго фиалки находятся без света картина всем ясна и я желаю вам чтобы у вас такой ситуации не было это вообще-то конечно необычная ситуация когда столько времени цветы без света и мы же не переезжаем так часто правда я просто хотела вам показать что бывает чтобы вы не пугались и просто продолжали ухаживать за ними как положено желаю вам всего хорошего пышного пышного цветения вашим фиалочкам заходите ко мне в гости спасибо что посмотрели до конца пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok